О заражении ВИЧ эта женщина узнала, когда решила встать на учет по беременности в 2006 году. В то время она состояла в браке и вирусом иммунодефицита была заражена от отца ребенка. Узнав о диагнозе, говорит, впала в депрессию. Не знала, как жить дальше. На то, чтобы принять свой новый статус, понадобилось время и помощь врачей. Сейчас она регулярно принимает антиретровирусные препараты. Когда тебе дают и говорят, что у тебя это диагноз, ты ставишь на себе крест. И очень сложно. И самое болезненное было, это когда во время беременности ты теряешь надежду самого материнства. Думая, будет ли здоров ребенок. Для каждой женщины это, наверное, первая для меня психологическая травма была. Я не знаю, что это такое, они скармливают ребенка. Какие-то вот эти мысли, что люди скажут, что подумают, как это все произошло. Я научилась этим жить. Сложнее, когда сейчас выявляются люди, они не знают, с чем они сталкиваются. Современная медицина помогла женщине с диагнозом ВИЧ родить совершенно здоровых детей, сына и дочь. В повседневной жизни Оксана развивает собственный бизнес, а в свободное от работы и домашних дел время оказывает психологическую поддержку людям, которые только узнали о своем ВИЧ-статусе. ВИЧ воспринимают очень сложно, как отброс общества принимают. Из-за этого многие люди от этого закрываются. И от семей закрываются, и от друзей закрываются. И вообще в общем от себя закрываются. У них и депрессии начинаются только по поводу этого. У меня есть очень много подруг, которые об этом знают. Потому что это не первый год, уже как-никак 17 лет. И я про это забываю, и они про это забывают. У меня об этом даже не говорили ни о чем. На данный момент именно с улицы или на новые знакомства я пытаюсь об этом не говорить. В обществе до сих пор сохраняются предвзятые отношения к людям с положительным ВИЧ-статусом. До сих пор есть люди, которые боятся заразиться вирусом при рукопожатии, объятии или через общую посуду. ВИЧ не передается воздушно-капельным путем. Самыми распространенными путями является незащищенный секс и использование одного шприца с инфицированным человеком. Если лечение подобрано вовремя и правильно, ожидаемая продолжительность жизни с ВИЧ такая же, как у здоровых. С ВИЧ-инфекцией можно прожить всю жизнь. Самое главное – принимать терапию и, соответственно, живи как живешь. Да, есть какие-то ограничения, но они минимальные. Родственники – это самая главная поддержка, потому что, когда случается что-то с тобой, ты, естественно, вспоминаешь первое слово. Когда тебе больно, ты вспоминаешь маму. И ты хочешь найти у мамы, у папы поддержку. И когда родные не знают, как ее оказать, обнимите своих детей. Официально в Шамкенте с ВИЧ-положительным статусом живут больше 1700 человек. Все они получают антиретровирусную терапию в городском спидцентре. Современные методы диагностики достаточно точные. Все это доступно анонимно и безболезненно. Главная цель спидцентра – это профилактика ВИЧ-инфекции в Шамкенте. Мы ежедневно проверяем около тысячи людей на вирус иммунодефицита человека. В результате выявления ВИЧ-инфекции у человека начинаем антиретровирусную терапию и оказываем им полную психологическую помощь. Помимо этого, мы проводим профилактические мероприятия среди людей, у которых высоковероятное заражение вирусом. Это у нас наркозависимые люди, оказывающие интимы услуги, гомосексуалисты и люди, которые отбывали срок в колонии. В 2023 году 75% ВИЧ-положительных людей составляют гетеросексуала, 16% – гомосексуалы, 7,5% – это те, кто заразился через шприц. В 2006 году в больницах Шамкента около 150 детей были заражены вирусом иммунодефицита человека. Это произошло в результате проведения операции по переливанию крови. Тюремные сроки получили 16 врачей. Некоторые до сих пор придерживаются мнения, что за систематические сбои в системе здравоохранения истинные виновные так и не понесли наказание.